верите и знаете что суд божий будет верите и вы можете быть знаете про эту книгу но если вы это верите у вас есть человек который может по этой книге беседовать я бы вопросы задал найдите там такого кто может разговаривать только без руганий чтобы было я вопросы по этой книге задам а он мне задать по нашей книге вопросы по святой библии давайте сюда посмотрите кто там разбирается считал может ответить я буду говорить вопрос задавать как сура и аят что там написано 5 суры 47 66 аят о чем там написано открыть а вы меня будете спрашивать по этой книге я буду отвечать счет у вас далеко микрофон стало плохо слышно так есть у вас кто-то знающий писание свое никакой критики никаких плохих слов просто вопросы так вы содержание этой книги знаете вы можете прочитать что написано по русски как это будет я не понял даже далеко микрофон плохо слышно что трудно перевести ну ладно не в этом дело дело в том что пятая сура сура пятая 47 аят 47 аят и 66 они говорят про нас про христиан христиан там написано там написано что мы люди писания называются он пусть подтвердит это люди писания нас христиан нас христиан да да ну ладно тогда ладно очень трудно я уже уходить мы сегодня у нас крещение господное крещение праздник мы идем сейчас храм божий молиться. Мы строим православную деревню, православный, Алтайский край, Алтайский край, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас очень хорошее отношение с мусульманами. Мы живем как одна семья. У меня вышло 38 книг из печати, 38 книг я написал. И мы подарили библиотеки и проехали из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтику. 650 городов подарили на 35 миллионов рублей книги. И в Баку мы ночевали в доме у Мулы. У Мулы. Это как священник у нас. Я еще хочу сказать. Я впервые увидел, какой высокий уровень образования. Он, Мула, разговаривает на шести языках, а жена на четырех. У себя я таких не встречал. Это очень грамотные люди. И мы беседовали на тему римлянам 6.23. Возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечного Христа Иисусе. И у нас все снимается на видеоканал. У нас видеоканал есть «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я, Игнатий Лапкин. У меня 19 с половиной тысяч роликов. И мы с ними там беседовали, а потом пошли в мечеть, и в мечеть молились. Потом в православный храм ходили. Люди очень интересные, религиозные. Мы проехали 120 тысяч километров, и нам я подарил книги в шесть мусульманских республик, и нам нигде мусульмане плохо не сказали, не сделали. Они очень приветливые люди, я знаю. В Чечне говорили, не ездите, головы режут только. А они вышли, девушки, с нами сфотографировались. Я им книги подарил все. Это мы видели. Нам надо искать то, что привлекает к спасению. Мы имеем спасителя Христос Иисус. Мусульман, которые, говорите, да, режут, убивают, они просто не понимают, что они делают. В Коране сказано, убрать человека – это грех, большой грех. Мусульмане должны убивать человека, да? Они уже запутанные люди. Они уже не понимают, что делать. Они все делают ради денег, денег. И у нас в Коране там сказано, что запрещено убрать людей. Так, я сейчас ухожу, мы уже в храм готовимся. Если вы пожелаете узнать в скайпе, Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете. А сегодня у нас праздник, мы идем молиться. Я спрашиваю мусульман, что самое ценное у вас? Они не знают. Я говорю, пятикратный намаз. Самое ценное. А мы делаем, у нас девять раз. Мы девять раз молимся. Но это только у нас. Остальные православные это не знают. Девять раз. После каждой молитвы сто поклонов. И мы в день делаем около тысячи поклонов. Говорят, а вы свинину не едите? Я говорю, мы вообще мясо никакое не едим. А пьете, что... Господь благословит вас, пусть, на спасение. До свидания. До свидания. Все хорошо. Храни Господь. Но зачем это делать-то? На себе рисовать слово Божие запрещают. Потому что человек должен иметь бумагу. Не делайте наколок. Писание говорит, не делайте нарезов, письмен. Прямо говорит книга Левит. Мы пришли... Ну... Смотри, мы пришли со словом Божьим. Со словом Божьим. Что Бог будет судить мир за все, что здесь делается. Не надо, пожалуйста. Не показывайте в камеру, пожалуйста. Вы можете только без матерков обойтись. Можете? А мы не матерились сейчас? Я и говорю, заранее говорю, чтобы этого не было. Чтобы вам не было завтра стыдно. Извините. Давай переключимся. Я смотрел Хатабыч фильм. Не стоит доверять человеку с длинной бородой. Да, Хатабыч. Который о хорошем начинает учить, а потом прах тебе-дох тебе-дох, и у тебя копыта вместо ног. И что интересно, вот видеть человека с бородой, кроме Хатабыча, не знаю. То есть уровень пятиклассника. Они не знают, что Лев Толстой, Достоевский, Адмирал Макаров. Все с бородами. Конкретно вы похожи на Хатабыча. Да не похоже. Все притом кричат. Хатабыч, они не знают, похож, не похож. То есть безбородые. Бороды позбрели, а теперь... Кепка. Вот головной убор прям вот выдает. Был бы без головной, вот буквально два человека до вас. Сидел прям похож на Ирва Николаевича был. Интересно как. Вы зайдите в храм Божий, посмотрите иконы, Христос, пророки, апостолы. Все надо с бородами. Безбородых даже в Иерусалим не запустил Давид. Пока не отрастут бороды, им половину сбрили там враги. Упущение родительское не поводили в церковь с детства, с юношества. Надо водить. Что не верую. То есть как бы крещеный, но, так сказать, упустили не в тот момент. Да не крещеный, моченый. Крещение троекратное полное погружение должно быть. Сначала уверовать надо и делать бесплатно. Вот три условия для крещения. Все нарушены. Вот мы строим православную деревню с нуля, Алтайский край, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Храм, школу государственную, дороги, пруды восстановили. Все за свой счет. Просто молодцы. Ну, как бы. Зачем такая страна, где люди сами все делают? Можно и, в принципе, и без правительства обойтись. Так, я прошу сейчас, только не ругайтесь, быстро не уходите. Я вам поясню. Мне Господь позволил устранить из речи слово «проблема». Американизмы не нужны. Я его истребил. А как? Нерешенный вопрос. Два слова. И вот нерешенный вопрос. В России уничтожено 31 тысяча сел. Это государство образующая структура была. Дальше. Что делать? Проблема? Никакой проблемы. Мы начинаем, получаем статус, регистрируемся, получаем землю и работаем. И платят все налоги. Дальше. Мне говорят, Нургалеев, министр внутренних дел, милиция, говорит, в стране 3 миллиона беспризорных. Я говорю, что... Он же уже в отставке. Да, в отставке сейчас. Это несколько усарел. И сейчас, говорит, даже больше их. Я говорю, что вот проблема. Меня вызывают, иногда сообщают, конгрессы разные, коллоквиумы. И там даже лауреат Нобелевской премии, Жарец Алферов был. И говорят, вот плохо, нет объединяющей идеи. Раньше было пролетария всех стран, соединяйтесь. А я поднял руку и говорю, она есть. Как есть? Вы что, опробировали ее? Конечно. А что? Очень просто. Господь благословил меня, и мы создали детский лагерь, православный. В 5 утра полный подъем. Главное, что не трудовой. Да, трудовой лагерь. Как в Корее. Да, он трудовой лагерь. Но зарегистрировали официально. И мы, я его начальник, 48 лет фактически. Тысячи детей без помощи государства. Вот тебе и все твои проблемы. А знаете, народ необразованный. И что? Ну, проблема духовная. Я пошел одновременно в 5 университетах вел занятия. 13 школ. 3 радиопрограммы. Все отделы милиции и прочее. Вот и все. Не надо каких проблем. Надо работать. И Бог благословит. Вот начинает говорить. Знаете, вот сейчас народ такой преступный. Вот нарушают. Я говорю, и что ты сделал? Ну, проблема нет. В старое время, в 80-е годы, Господь позволил мне насчитать 50 книг аудио. Библию, святых отцов. И первому в стране Господь позволил насчитать и распространить архипелаг ГУЛАГ. И меня скрыли. Работать, я говорю, надо работать. И будет опыт. Вот если вы желаете больше узнать, вы можете зайти на наш Ютуб-канал. Это огромный канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Хорошо, подпишемся. Там у нас 17,5 тысяч роликов. А если по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, сразу на меня выйдете. Я один с этой фамилией. Игнатий Лапкин. Я скину все ресурсы вам. Отвечу на любые ваши вопросы. Хорошо, спасибо. С Богом.